Всем привет! Я вновь рада видеть вас на моем канале. Итак, совсем недавно вы просили меня сделать подборочку на тему компьютерных игр. Ну и я просто не смогла вам отказать, поэтому все для вас. Открывает нашу подборочку Дорама «Дорогой любимый» или «Вперед кальмар». Итак, главный герой Дорамы Ханьшаньян – первоклассный специалист в области кибербезопасности и владелец компании в этой области. Он возвращается в Китай и собирает команду молодых дарований с целью победы в значимых для страны соревнованиях по кибербезопасности. Однако его ребята заняли второе место, что означает поражение. В расстроенных чувствах герой заходит в интернет-кафе, где встречает Туннянь – студентку магистра компьютерных наук, которая подрабатывает там администратором. Парень сразу приглянулся девушке, но она не вызвала у него никакого интереса. Тем не менее, Туннянь удается добавиться в друзья героев телефонным приложением. И все же ее попытки завести беседу через чат остаются без ответа. Но, к счастью, наша героиня не из робкого десятка, которые сдаются после первого же поражения. Следующая наша дорама – «Аватар короля», в которой, кстати, снимается один из моих любимых актеров, поэтому я просто не могла ее не включить. Так вот, виртуальный мир наполнен событиями и эмоциями для людей ничем не хуже реального. Там каждый может проявить ей способности, которые не находят своего применения в жизни. Виртуальность давно поглотила Есю, уже более 10 лет он оттачивает свои навыки в онлайн-играх. Особенно для него и многих других игроков является игра слава. Добившись всеобщего признания и уважения, Есю вступает в состав профессиональной команды. Но из-за ряда неприятных событий парни выгоняют из гильдии и вынуждают отдать все свои накопленные заслуги другому игроку. Оставшись неудел, Есю не падает духом. Устроившись на работу в интернет-кафе, парень ведет обычную размеренную жизнь. Но после выхода нового сервера славы, Есю решает вновь испытать удачу в покорении вершин любимой игры. Пусть он давно не играл, но его навыки и знания, полученные за долгие годы игры, никуда не делись. И теперь он может доказать, что он самый лучший в своем деле. Ну раз уж мы уже затронули одну дораму с Ян Яном, то время и для другой, о которой я, наверное, прожужжала вам уже все уши. Но я не могу остановиться, поэтому сейчас мы перейдем к дораме «Легкая улыбка покоряет мир». Главная героиня данной дорамы – молодая и симпатичная девушка Бэй Вэй Вэй. Учится на программиста среди множества парней, но до сих пор ни с кем не встречается. Все дело в том, что она увлечена одной онлайн-игрой, в которой у нее даже есть муж – улыбка Найхэ. Девушка не догадывается, что не только самый сильный и популярный игрок, но и в жизни весьма успешен и учится с ней в одном университете. Все она и напротив знает, кто такая Вэй Вэй, и именно поэтому предложил ей виртуальную свадьбу. Вскоре этой парочке прицелет поработать над одной онлайн-игрой, что позволит уже в жизни узнать друг друга получше. Если кто-то решит мне написать, что это не та дорама и не те герои, то сразу скажу, дабы не было больше недоразумений. У этой дорамы есть две версии. Одна – это фильм, и другая – это многосерийная дорама. Обе они, конечно, хороши, но в дораме присутствует более детализованность и проникновение в сюжет. Но если у вас слишком мало времени, то, конечно, вы можете его прекрасно провести за просмотром фильма. Четвертая дорама «Мир задолжал мне первую любовь». О чем же повествует нам сюжет? Он расскажет о довольно молодом и уже весьма успешном владельце компании «Разработка компьютерных игр Сяке». Однажды он выкладывает на биржу вакансию на дизайнера. На объявление откликается молодая художница по имени Синьюнь. И довольно легко проходит собеседование и занимает должность дизайнера. Но ее навыки – лишь часть причины, по которой ее приняли на работу. Основной причиной принятия ее на работу стало желание самого директора, которому понравились ее инисалы, ибо были созвучны с его собственными. Сам Сяке родился и вырос в весьма успешной семье, но, будучи уже в юном возрасте, решил, что всего добьется сам, без помощи родителей и не прибегая к семейному бизнесу. А хотя на него возлагали надежды по этому поводу. Но, несмотря ни на что, Сяке весьма успешно реализовался. Нашей главной героине Синьюнь предстоит пройти путь от обычного художника макетов до дизайнера уровней или моделей в игре. События дорамы «Атакую твое сердце» разворачиваются вокруг лучшего игрока в компьютерные игры Джи Сянкона. Этот парень хорош собой, у него есть множество поклонниц, хотя его репутация немного подмочена. На одном всемирно известном шоу он знакомится с журналисткой Сюинь. Она вела прямую трансляцию с места событий и решила снять капитана его команды, чтобы повысить просмотры. И хотя их первая встреча оказалась весьма спонтанной, но в итоге она обернется любовным продолжением. Как я уже говорила, от этой дорамы была в полном восторге. Конечно же, несомненно, весомую роль здесь играл именно Ван и Боб. Он является айдолом группы Юник. Ну и, конечно же, сюжет сыграл здесь немаловажную роль. И последняя наша дорамка «Бесподобная леди». Данная дорама повествует о девушке по имени Лин Ло Цинь, увлекающейся только компьютерными играми. Скачав новую игру «Эксер», которая еще находится на стадии тестирования, девушку засасывает в виртуальный мир. И вот, она уже герой захватывающей игры, главная задача которой – это найти настоящую любовь. Но выбрав самый сложный уровень, его сын будет нелегко справиться с задачей. Сможет ли она выбрать из множества фантазийных красавчиков своего? Или же расстрятит все свои жизни, так и не узнав настоящей любви? Безумно романтичная, безумно веселая и классная дорама.